Лето, музыка, музей. Несмотря на свой юный возраст, всего лишь два года, фестиваль снова бьет рекорды и собирает более тысячи почитателей классической музыки на площадке возле музейно-выставочного комплекса Новый Иерусалим. В программе трехдневного фестиваля три концерта под открытым небом. Торжественное открытие состоялось в последний день июня. Приобщиться к прекрасному помогли не только шедевры, звучащие со сцены, пятая симфония Маллера и рапсодия на тему погонений для фортепиано с оркестром Рахманинова, но и окружающие пейзажи русской Палестины. Со сцены поприветствовал зрителей и выразил благодарность директор музейно-выставочного комплекса Новый Иерусалим Василий Кузнецов. Рад вас приветствовать на втором уже фестивале. Для нас это очень важная, большая программа, которую мы реализуем совместно с филармонией. В этом году нам удалось действительно собрать уникальных музыкантов, пригласить именитых дирижеров. Мы очень благодарны. Летом музыка музей проходит при поддержке правительства Подмосковья и приурочен к 90-летию Московской области. Отметили высокую важность события представители Министерств Российской Федерации и Подмосковья. Я так хочу, чтобы весь мир сюда приезжал. Я так хочу, чтобы такая прекрасная музыка и такие красоты окружали нас. В общем, хорошо, что все мы здесь. Очень рада вас всех приветствовать. Лучшие исполнители, лучшие коллективы, прекрасная погода. Я насладился уже музеем, монастырем в ожидании наслаждения сегодняшним концертом, чего вам искренне желаю. Я думаю, что мы дойдем точно до высшей степени удовлетворения сегодня. С праздником высокого искусства у вас, дорогие друзья. Дирижером Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова выступил главный дирижер филармонического оркестра ОСЛО и Ливерпульского королевского филармонического оркестра Василий Петренко. Я очень рад, что так много публики, что полная арена и что мы принесли это искусство, эту часть европейского искусства сюда, в Истру, в Новый Иерусалим. Я надеюсь, что при поддержке правительства Московской области, при поддержке Московской областной филармонии, в принципе, мне кажется, что всех жителей, всех тех, кто живет и должны гордиться не только Новый Иерусалимский монастырем, но и культурными событиями, которые проходят здесь. У нас очень большие далеко идущие планы. Я надеюсь, что вместе с вами мы их реализуем. В этот и в последующие дни фестиваль для зрителей выступают музыканты с мировым именем. На сцене пианист, профессор Штутгарской высшей школы музыки и театра Кирилл Герштейн. Как рассказал в интервью нашему порталу почетный президент фестиваля, народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии и автор множества известных композиций Максим Дунаевский, фестиваль имеет все шансы стать традиционным. Мы вот сегодня уже сидели, совещались с художественным руководителем нашим Василием Петренко, что будем делать в будущем году. И даже через год уже составляли концепцию, концерт и даже расписание концерта. Есть несколько концепций, из которых мы должны выбрать. Ну, конечно, поменяется, мы будем развиваться. Своими эмоциями с нами поделились гости. Многие из присутствующих были на прошлом фестивале и уже планируют свой визит в следующем году. Приятно, что Новый Иерусалим выбран как центр такой подмосковной культуры. Такое необычное мероприятие проводится. И я вообще очень рада, что так нам шикарно повезло с погодой, что за 30 минут до начала лил проливной дождь. И тут как бы чудесно все рассеялось. И я просто действительно очень рада, счастлива. И меня действительно наполняет хорошее настроение и приятные позитивные эмоции. Юлия Троицкая, Михаил Моралов, Истра РФ.